Таинственная яма с неизвестной водой. Жители Сахалина больше полугода не могут найти источник воды, которая поступает под дома. Более того, она образовала яму с илистым дном, в которую рискуют угодить местные ребятишки. Вот полгода, как снег начал таять, а так она и бежит. Эта вся вода бежала там не домой. Вонь, антисанитария полная. Житель частного сектора поселка Сахалин Майкудуки Игорь Чекунов показывает колодец, с которого весной начала бежать вода. Чтобы отвезти ее от дома, мужчина за 300 тысяч нанял трактор, купил трубу, проложил ее под дорогой и отсыпал все вокруг несколькими машинами отсева. Караганда-Су говорят, у нас на балансе не стоит вот этот вот колодец. Ну кто-то же прокладывал, это же видно, что новые лежат кольца, новые трубы лежат. А они говорят, на балансе у нас не стоит. А вот здесь вот болото, уже многолетнее болото. И дети сюда забираются на вот эту кучу и кидают камушки. Маленькие дети 5-6 лет. Если ребенок соскользнет и попадет туда, там ил. Там ил, его просто засосет. Если взрослых не будет, будет просто трагедия. Возле дома, говорит Игорь, он сможет положить плиты, чтобы в яму не попадали ни дети, ни машины. Но все округу он обезопасить не в состоянии. Откуда течет вода, он не знает. Не знают и подрядчики, которые прокладывают новые водопроводы канализацию в поселке по госзаказу. Отканьцы, там водопроводные сети. Есть какая-то была. Да, какая-то была. Они есть, не действующие. Есть действующие. Действующие не трогаем. Ну, она как-то непонятно идет. Мы пересекаем ее. Они действующие. Они вот с края поселка идут. Они на карте где-то указаны, где-то не указаны. В Акимате подтвердили, что ранее часть поселка была охвачена водопроводными и канализационными сетями. Но не про все есть информация и у властей. Есть сети, которые люди сами построили, которые нет ни в одной топосъемке, ни в одной действующей актуальной базе данных. Это жители строили через огороды, через кто как мог тянул себе водопровод и канализацию. Эти сетей нету. Поэтому в ходе работы возникают моменты, что под реанализацией, когда обустраивают и строят сети, она рвет существующие сети жителей, которые были, грубо говоря, не по нормативным документам, по нормативно-техническим стипам построены. Насчет утечки у меня нет информации никакой. Игорь Чекунов не единственный, который борется с непонятными утечками. Жители надеются, что власти все-таки озаботятся их бедой и разберутся. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.